Здравствуйте! Это 368 эпизод студенческой эмиграции в Австралию. Хотел бы посвятить недостаткам, кто-то скажет, может быть, глупости, тупости, того, где мы живем. Слишком много было сказано хороших слов об Австралии. Это действительно прекрасная страна, это действительно лаки-кантри, это действительно страна, где лучше всего жить человеку, в том числе и бывшему россиянину. Однако случаются и в этой стране не очень приятные эпизоды. Вот буквально вчера случилось тоже что-то, что заставляет и улыбнуться, и погоревать, может быть. Случилось, потому что, к сожалению, теперь надо, по крайней мере по закону, если вы поступаете в университет, вам надо сперва проплатить обучение, а потом податься на визу. Ну, соответственно, если вам будет отказ, наступает самое тяжелое время, это время, когда вам надо платить деньги обратно. И вот здесь происходят разные казусы. Слава Богу, что университет Центрального Квинсленда и другие учебные заведения, в общем-то, не имеют каких-то проблем с выплатой денег. Чего не скажешь о страховой компании Мидибанк Правит. Прошло уже более двух месяцев с того момента, как одна из наших студентов, не состоявшихся, к сожалению, студентов, зайка на форуме, получила отказ. Так уж случилось, что она подавалась через компанию Мидибанк Правит для того, чтобы получить медстраховку. Эта компания на данный момент пока наиболее выгодная для семейных пар или просто для семей. Соответственно, надо было забирать деньги. И компания, естественно, не препятствовала этому. Было бы глупо, конечно, иначе они лишатся своих прибыли и намного лишатся. Но пришлось полтора месяца объяснять этой компании, что, в общем-то, от них требуется. Зайка передала право на ведение. После долгих недель, скажем так, какой-то непонятной переписки, она попросила меня, в общем-то, войти в это дело, все-таки сделать возврат денег. Пришлось идти персонально в компанию. И компания, точнее, один из офицеров в офисе недалеко от таунхола. После, в общем-то, разговора, когда я уже перешел на достаточно повышенные тона, объясняя, что в общем-то, я не хочу тратить ни свое время, ни своих студентов на такие глупости. И, в конце концов, нам сказали, что да, деньги были перечислены. Как оказалось, они не были перечислены, они были перечислены именно в этот момент. Была объяснена ситуация, что студентка живет за рубежом. То есть, она не получила въездной визы. В итоге, так как была доверенность на мое имя, я ожидал, что деньги будут получены на мой счет, и я перечислю эти деньги в Россию, приходит чек. В действительности 4080 долларов. Все прекрасно. Мой адрес. Имя. Зайки. Вопрос. Неужели офицеры этой компании, Medibank Private, неужели очень трудно сложить комбинацию из двух составляющих и понять, что если человек находится вне Австралии и просит о возврате денег, бессмысленно посылать чек на его имя? В противном случае, надо будет еще получать разрешение от банка на перечисление денег на мой счет. И это будет гораздо сложнее, потому что банк ничем студенту не обязан. понимаете, естественно, придется в понедельник опять потратить время, прийти и смотреть в честные глаза офицеров, которые то ли компания туповата, то ли они. Вот вам, пожалуйста, негатив об Австралии, который ребята спрашивали. Я не знаю, как насчет давитых пауков и змей, но вот такие случаи встречаются. Опять вам скажу, что, наверное, в России народ посмышленнее, но эту смышленность он использует в том, чтобы обмануть ближнего, зачастую. По крайней мере, таких эксцессов может быть не случается, хотя кто его знает. Второй случай. Так уж получилось, что один из моих знакомых попросил меня разобраться с интересной ситуацией. Человек жил в своей квартире. Человек умер. И мертвый человек естественно платить за электричество не может. Может быть, он и рад бы был заплатить, но вот он умер и не успел заплатить. Соответственно, проходят какие-то промежуточные процедуры, какое-то отчуждение о собственности. Появляется новый жилец, новый собственник этой квартиры, ему приходят на счет постоянно билы о том, что надо бы заплатить, надо бы заплатить. К сожалению, человека не осталось здесь родных. При объяснении, при объяснении в местной организации, при местном совете, компания, которая поставляет электричество, она попросила свидетельства о смерти, чтобы разбираться дальше. Ну, не знаю, наверное, чтобы закрыть дело. Это я так думал, на самом деле нет. Свидетельства выдаются на руки либо родственникам, либо, наметите, самому покойному. Узнав это, я решил, что меня за дурака держат. Попытался устроить скандал. Подошел охранник. Так как я достаточно адекватно скандалил, охранник стоял рядом. И, когда сказали, что может быть полицию вызовем, я говорю, давайте вызовем полицию, может быть у них есть хоть голова на плечах. Потому что говорить о том, что одинокого человека, умершего, у которого нет родственников, можно выдать это свидетельство только родственникам или самому покойному, это уже нонсенс. Но это еще не все. Я тогда попросил, чтобы этот сертификат не выдавался никому на руки, а был отправлен в компанию, которое дает электричество. Ну, понятное дело, что государственная организация должна помочь бизнесу. То есть, ну, как-то уведомить людей, что нету человека, который больше будет платить. Сказали, что они это сделать не могут, потому что есть тайна, которая охраняет личность человека. Вот и получается, что тайны покойника охраняются гораздо больше, чем тайны живых людей. Глупейшая ситуация, но это еще не все. Можно подумать, что местный совет и все, что связано, допустим, с то, что ЗАГС у нас называется, регистрация смертей. Это очень консервативная и глупая организация. Но организация, которая поставляет энерго, энергию, электроэнергию, вот это умные люди. Нет, когда им позвонили и сообщили, что вот такая ситуация происходит, они сказали, но мы обязаны взыскать с этого человека деньги. Я говорю, ну, я не знаю, кто вы, но если вы будете лично мне так говорить, то, по всей видимости, вам придется отправиться покойному на встречу. Там вы, кстати, можете взять это свидетельство или, по крайней мере, какую-нибудь расписку от него. Если, конечно, вы сможете вернуться, оттуда никто не возвращается. Этот юмор, хоть и грубый, тоже не был понят. Мне было сказано, да, хорошо, если вы сможете все-таки обратиться к этому человеку, пожалуйста, дайте нам, пусть передаст нам сертификат о своей смерти. Не скрою, я был немножко обескуражен и на несколько недель я как бы прекратил свою деятельность, чтобы помочь людям. и покойному человеку пришло очередное письмо. В этом письме уже было сказано, что ввиду неоплаты вовремя, ему еще было начислено пеня в размере 300 с чем-то долларов. В конце концов, путем русской смекалки и хитрости, я уже не буду говорить, что я представился покойным человеком, но мне выдали этот сертификат о смерти. Я его отправил в соответствующую организацию. Тогда меня попросили доказать, что я и есть тот мертвый человек. я не стал рассказывать, как оно в раю или в аду, потому что я, честно говоря, атеист и не знаю вообще, как оно там, наверное, там от того и нету, но сказал, что да, умер, умер и все, вот вам сертификат. Они сказали, что сертификат принимать будет только покойного человека, если это покойный человек, даст свое удостоверение, паспорт и так далее. Проблема в том, что паспорт, видимо, был уже как-то уничтожен или был переведен в ту же самую организацию, где свидетельство о смерти. И больше я помогать людям не стал. Просто потому, что я не знаю, может быть, это когда-нибудь закончится, какой-то есть срок давности. представляться покойным человеком и говорить совершенно серьезно с людьми, как человек, который с ними разговаривает, но у него есть сертификат о смерти. Вы думаете, это неправда? Нет, это вот правда. И самое интересное, это не единичный случай. В свое время я работал на радиостанции ТУСМ и я обратился к Гранту Голдману, ведущему утреннего выпуска, с просьбой как-то обыграть это, как-то повлиять на компанию, повлиять на совет, чтобы, может быть, в будущем такого не было. А Грант сказал, да ну, это неинтересно уже, сколько обсуждали. В итоге я послушал запись передачи. Человек был абсолютно в той же самой ситуации. Компания была водоканал, то есть Сидней Вота. И точно так же требовали спокойного человека, чтобы он явился, доказал, что он покойник, и тогда с него не будут требовать выплаты. А до того момента, пока он не докажет, что он покойник, выплаты с него требовать будут. Вот. Естественно, это был разговор очень высококвалифицированного, поднаторевшего в таких ситуациях в юморе Гранта Голдмана, который, на мой взгляд, просто закатывал в бетон этого несчастного офицера с водоканала, но тот был непробиваем. Вот что вы хотите от таких людей. Из них нельзя делать гвозди, потому что я даже не знаю, что с них можно делать. Идиотизм. Вот. И третий случай, наверное, очень печальный случай, потому что все вы знаете, что многие знают, что у меня умер кот, мой любимый, который 12 лет жил со мной под одной крышей, друг, товарищи, брат. Вот. Когда кот умирал, для меня это было что-то новое, что у меня первый раз кот умирал. Вот. И оказалось, что это болезнь почек. Ее практически невозможно у кота вылечить. Проявляется она только, когда остается 10% функции почек. Практически кот не может прожить более трех месяцев или даже месяца, даже если он будет под капельницей, под системой. Находиться моему коту под системой было тяжело, потому что он свободный и потому что я знал, что ему легче прожить неделю, но свободной жизнью, чем жить в клетке, жить под системой, мучиться еще месяц. Поэтому я кота забрал. День нахождения кота в больнице стоил мне 250 долларов, то есть 1000 долларов за 4 дня. Ничего не делания, ни операции, ничего. Просто поставили систему и якобы ему что-то там меняли. Кот был допуган, несчастен, поэтому через 4 дня он был жутко доволен, когда я его оттуда забрал. Кот скончался через неделю. Но мне было сказано, что мне отдадут кота только при условии, если я привезу его в понедельник опять на обследование. Ну, понятно, деньги хотели. Но так как для кота это был жуткий стресс, соответственно, никто его не повез. Через некоторое время кот умер. Несколько дней кот умер. Я получаю звонок, причем гневный, почему вы не привезли кота в понедельник. Я говорю, а я обязан? Как вы можете так себя вести? Это же животное, это же... Мне говорилось очень много правильных красивых слов. Вообще люди, которые делают бизнес, обычно они поднаторели в психологической обработке. Тем более, понятное дело, что люди, которые привозят своих домашних животных в друзей, фактически, в такие места, они к ним испытывают какие-то хорошие чувства. На этих чувствах бизнес, а иначе этот RSCSI назвать нельзя, они играют. Соответственно, когда меня прессовали, 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 сказали, что да, конечно, вы имеете право с котом вместе делать все, что хотите, оба вы, но как врач я требую, вы должны иметь сердце туда-сюда, а я сказал, кот умер, поэтому не можем мы приехать. И в эту же секунду, абсолютно без перерыва, изменив тональность суровой такой немезиды на ласковую фею, женщина сказала, да, кстати, я очень сожалею вам, но вам крупно повезло, у нас как раз есть сейчас скидки на кремацию и до 50% скидки на похороны вашего кота у нас на местном кладбище. Ну, такая стеночка, куда муровывают эти урны, я уж сомневаюсь, что их муровывают, но все-таки, вы туда можете приходить, ну, как на кладбище. Кажется, это печально все, смешно, но очень печально, но опять-таки смешно. Вопрос идет о том, что понятно, что бизнес дело грязное, вот, как и политика, ну, не до такой же степени, и опять-таки, это страна самая счастливая в мире, это страна чудесная, это страна, где нету зимы, это страна, где люди улыбаются, это страна, где никогда на самом деле не было войны, и то, что было во Вторую мировую войну, это и войной ты не назовешь. Но есть, конечно, и недостатки, есть и глупость, есть и тупость, есть и много чего плохого. Не хочу сказать, что Австралию можно даже равнять с Россией, конечно, нет. Тут, если сравнивать, то это как сравнивать автомобиль Акаи, Белаз, или еще больше японские тамосвалы. но если вы хотели негатива и хотели по крайней мере в первых двух эпизодах посмеяться, ну, я дал вам и негатив, и возможность посмеяться. Спасибо. Спасибо.